По братьям Касторам и по решению Верховного Суда, я не говорил неоднократно, что я их загоню. И в принципе, я абсолютно последователен в своих действиях. То есть, как бы у нас достаточно сложный город, и вы знаете о том, что застройщики у нас все тоже непростые люди, но мне удалось найти общий язык со всеми застройщиками. Я их собрал просто в один момент у себя в кабинете и сказал, что у нас для всех будут одинаковые, понятные правила игры. Почему я их собрал всех у себя в кабинете, для того, чтобы не было кривотолков, и потом они не ходили, не рассказывали своему профессиональному средовищу, каким образом они там порешали что-то с мэром. Поэтому все они разные, все они странные, конкурирующие друг с другом, но я их собрал порядка 15 человек у себя в кабинете. Вот всех, вне зависимости от того, в каком ценовом сегменте они строят. И нашел с ними, я надеюсь, общество. Понятно, есть какие-то эксцессы, понятно, что иногда возникают ситуации, например, как ситуация возникла на Троицкой вместе с национальным корпусом. Но если вы следите за информационным полем, то такого бардака, как в других территориальных громадах, где постоянно идут какие-то выяснения между возмущенными гражданами, активистами и городскими властями и застройщиками, в Днепре нет. У нас не застраивают зеленые зоны, у нас не захватывают землю, потому что такова моя политическая воля. И я буду в этой истории непреклонен. Что касается братьев Каснеров, это люди, которые находятся вне закона. Это аутро. То есть они решили объявить мне войну, а они ее получили. Поэтому мы выиграли этот Верховный суд. У нас есть еще много других судов. В первую очередь, постоянно городской власти и территориальной громаде. Я говорю это открытым текстом в камере, прилюдно и публично. Нам постоянно делает гадости Бабушкинский районный суд во главе с судьей Литвинин. То есть они постоянно придумывают какие-то пакости. Но с точки зрения системной долгоиграющей войны, там где толстый сохнет, там точно сдохнет. Поэтому я думаю, что Каснеров рано или поздно я приведу в чувство. Что касается здания, которые называются в народе в Каракате-Санаплеханово, Верховный суд еще раз подтвердил, что это самострой, что оно построено незаконно. И любые их потуги по раздаче квартир, коррумпированным судям, полицейским и прокурорам, для того, чтобы уйти от ответственности, ничего у них нет. Мы будем долго, системно их догонять и в конечном счете догоним. И это здание либо будет снесено, либо будет убрано несколько верхних этажей, оно будет просто переделано в соответствующее бюджетное жилье для сотрудников правоохранительных органов, отложников и бюджетников.